Если вам скажут, что я, Олду Спрайт, ни в чем не виноват, не слушайте. В тот день я повел себя как последний болван. Но давайте я начну с самого начала. Порядок — вот что важно, когда рассказываешь о невероятных событиях. Накануне дня, когда порядку в нашем королевстве пришел конец, я проснулся от оглушительного стука в дверь, открыл глаза и даже не сразу сообразил, где именно заснул. С королевскими посланниками такое случается, слишком много путешествуем. Стук продолжался, а я моргал, глядя в потолок, пока не вспомнил. Я в какой-то унылой северной деревушке. Сегодня канун зимнего дня, а заснул я от усталости еще до заката и прямо на диване. Свет за окном был вечерний, блеклый, значит, проспал я не больше часа. — Господин посланник, проснитесь! — громыхал за дверью голос Седрига, хозяина гостиницы. Я застегнул мундир, кажется, не на те пуговицы, схватил сумку, куда складываю все, что добыл для короля, такое без присмотра не оставишь, и распахнул дверь. — Там, на площади! — выпалил Седрик, тыкая в сторону окна. — Как из-под земли вырос! Вид у него был такой бледный, что я молча бросился за ним. На площади было людно. Все готовились к завтрашней ярмарке зимнего дня. Повсюду уже расставили столы с соком и пирогами, развесили еловые ветки. Вот только веселиться, кажется, так и не начали. Толпа была непривычно тихая. Люди плотно обступили что-то в углу площади и глухо, угрожающе перешептывались. Я протолкнулся сквозь толпу, при виде моего мундира все давали мне дорогу, и обомлел. Среди привычных, грубо сколоченных столов, за которыми жались притихшие торговцы, высилось что-то невиданное, огромный, будто вросший прямо в землю прилавок из крепко переплетенных веток, уставленный чашками, блюдцами, вазами и корзинами. Кому все это принадлежит, было ясно сразу. Скриплер сидел прямо на прилавке, свесив вниз ноги корни и протирал чашки полотенцем раза в два больше его самого. Он был, как две капли воды, похож на всех остальных из своего племени. Корявый пенек с руками-ветками, ростом едва мне по колено, но вел себя более чем странно. Не улепетывал при виде людей, не пытался спрятаться, а главное... — Подходите, господа и дамы, и особенно дети! Совершенно без всякой платы чашка лучшего чая! — вдруг проскрипел он. На слух, как будто ветер качает старую деревянную дверь. Даже не знаю, что было более жутко. То, что он заговорил, или то, что он сказал без всякой платы. Обмен — основа жизни в нашем королевстве. Даже малые дети знают. Нельзя никому давать свои игрушки или другое имущество, не попросив ничего взамен. — А к чаю? Пряники, орехи, засахаренные лимоны! — прибавил Скриплер, будто решил, что еще недостаточно произвел впечатление. По толпе пронесся сдавленный, потрясенный стон. Говорят, в старые времена, еще до потери сердца, Скриплеры держали по всему королевству чайные, где давали людям отдых и мудрые советы. Поверить в это трудно. Всем моим современникам, а также их отцам, дедам и прадедам, Скриплеры известны как обычные домашние вредители, которые стараются не попадаться людям на глаза, так шуршат иногда на чердаке. Интерес у них один — хватать все, что плохо лежит, и утаскивать неизвестно куда, конечно, не говоря при этом ни слова. Когда что-то пропадает или теряется, люди говорят, что это забрал Скриплер, и чаще всего так оно и есть. Сказки про добрых говорящих Скриплеров, мастеров чаепитий — это для детей. Ну, так я думал до того дня. — Никто и не заметил, откуда его прилавок взялся, — дрожащим голосом сказал Седрик. — Задержите эту деревяшку побыстрее, и дело с концом. — А что? — голос у меня сел, я прокашлялся. — Что пропало? — Пока ничего, но... — Прекрасное печенье! Чай высшего сорта для всякого, кто пожелает! — невозмутимо проскрепил виновник всеобщего беспокойства. — Раз он ничего не украл, я не могу его задержать, — заявил я, думая о том, как глупо буду выглядеть, если начну гоняться за Скриплером по всей площади, и даже если поймаю, куда мне его деть. — Да кому еще за порядком следить, как непосланником? — возмутился Седрик, и он был прав. Действительно некому. — А мы пока клетку для него найдем. Сейчас, я быстро! — и он скрылся в толпе. Я, если честно, понятия не имел, что делать. Никаких инструкций на такой невиданный случай у меня не было. — Господа, не толпитесь! — громко сказал я. — Здесь множество других развлечений! Никто не двинулся, и я твердо прибавил. — Тех, кто сейчас же не приступит к веселью, я задержу по подозрению в краже! Люди заворчали, но тут же начали расходиться. У нас в королевстве нет ничего хуже, чем подозрения в воровстве. Через минуту этот угол площади опустел, и я остался один перед пугающе нарядным прилавком. — Апельсиновый мармелад! Желе из морожки! Совершенно без всякой платы! — сообщил Скриплер, в упор глядя на меня блестящими глазами, едва заметными среди складок коры. Я глубоко вздохнул и подошел ближе. — У вас есть разрешение на присутствие здесь? — наобум спросил я. — С каких пор нужно разрешение, чтобы быть на ярмарке зимнего дня? — спросил Скриплер, вытирая полотенцем тоненькую чашку. Я с трудом оторвал от нее взгляд. Вещь старинной работы, явно сделана еще до потери сердца. Вот бы купить ее для короля. — Людям не нужно. А волшебным существам оно необходимо. Это правило я выдумал на ходу. Все волшебные существа, кроме Скриплеров, уже давным-давно вымерли. — Мой народ держал чайные испокон веков. — Эти сведения ничем не подтверждаются. — Вы всегда такой скучный? Или только в честь праздника, господин Прайт? — Я просто слежу за паря... — Стойте! Откуда вы знаете мое имя? Скриплер сделал вид, что оттирает какие-то невидимые пятна на ободке чашки, и я навис над прилавком, как мне казалось, угрожающе. От резкого движения у меня из-под воротника выскользнул медальон, и прежде чем я успел отшатнуться, Скриплер коснулся его своим тонким пальцем веткой. — О-о-о! Медальон-защитник! — его скрипение стало мечтательным. — Решите его стащить. Будете в цитадели еще до заката, — сердито ответил я, заталкивая медальон обратно под рубашку. — Вы зря беспокоитесь. Мы никогда не берем то, что действительно нужно хозяевам. — Ох, да что вы говорите! А все те старинные предметы, которые вы уже триста лет тащите по всему королевству, тоже никому не нужны? — Несомненно. Я всегда думал, если люди останутся без творений предков, они быстрее поймут, как у Бога их нынешняя жизнь. И тогда стряхнут смертельное оцепенение уныния, отправятся искать сердце, вернут себе дары, и королевство начнет жить, а не трястись над старинными вещами. Жаль, что этого так и не случилось. Но то, что действительно нужно людям, мы не берем. — Ну, конечно. Ваш медальон никто из нас не взял бы. Эта вещь важна для вас не потому, что дорого стоит. Такие медальоны превращают вашу любовь к родичам в волшебство, которое их защищает, где бы вы ни были. Кстати, можно посмотреть портреты вашей семьи? А, впрочем, там нет портретов. Он бросил полотенце и, с кряхтением приподняв огромный чайник, налил в чашку заварки. Я поежился. Откуда странника ради этот деревянный воришка мог знать, что в медальоне? — Вы положили туда попряди волос жены и сына. Такая жалость, что люди разучились красиво рисовать. — Один мастер древности даже мой портрет однажды сделал. Чаю, господин Прайт. И Скриплер невозмутимо подвинул ко мне чашку. Мы постояли, глядя друг на друга. Лично я думал о том, почему эта работа сделала меня таким занудой. Раздавал бы Скриплер свой чай с печеньем, кому он мешает? — Нет. Мой сын, увидев такое, от счастья с ума сошел бы. Я тоже, будь я в его возрасте. Но мне уже двадцать семь, так что я решил, что надо держаться твердо. — Покажите мне разрешение или будьте добры уйти вместе с прилавком. — Я отлично знал, подобных разрешений вообще не существует. — Ну, если вы настаиваете. Секундочку. Скриплер вздохнул, прикрыл глаза и вытянул руку в сторону. Из-под прилавка тут же высунулась еще одна деревянная рука, очевидно, там прятался другой Скриплер, и протянула первому мятый лист бумаги. Я заглянул под прилавок. Никого. Второй уже ускользнул в щель между корнями прилавка. Скриплер, как ни в чем не бывало, подал мне лист, я развернул его и обомлел. Подателю сего разрешается присутствовать на ярмарке зимнего дня Олдус Прайд. — Это что, моя подпись? Подождите. Я помню, когда написал это. В прошлом году. Моему сыну. Он был еще слишком мал, чтобы идти на ярмарку, но так хотел, что я написал ему разрешение. — Чтоб малыш с юных лет приучался к правилам и бумагам. Он ведь, по вашему мнению, тоже обязан стать посланником. Я думал, эту записку давно выбросили. Мне показалось, он усмехнулся, хотя вряд ли это можно утверждать о ком-то настолько деревянном. — Я ведь говорил, мы собираем вещи, которые не нужны владельцам. Мы верим, что все однажды может пригодиться. — Ну, теперь все в порядке. Я украдкой обвел взглядом площадь. Люди покупали пироги, играли в снежки, бросали камни по мишеням, то и дело поглядывая в нашу сторону. Взгляды их ничего хорошего не предвещали. Мрачные, подозрительные. Люди терпеть не могут все необычное, все, что нарушает их спокойствие. — Этому каждого посланника учат сразу. — Это разрешение не подойдет, — громко и сурово сказал я, так, чтобы вокруг услышали. — Нужно разрешение с большой королевской печатью.